Приветствую вас на канале Григорьевич Вернезания Брычковой Спаси. Сегодня вы увидите в видео большую-большую солянку из отрывков за тот промежуток времени, на котором, когда меня не было на канале. Я, конечно же, вязала. В этом видео я соберу эти отрывочки, отдельно их постараюсь озвучить. Сейчас хочу показать только то, что у меня рядом. Сейчас наведу, так сказать, о чем я могу точно сказать, этого не было на видео. И показать вам отдельно. Итак, что же я вязала? Я очень хотела давно связать, ну, как давно, наверное, полгодика ждала. Я присматривала, сделала образцы к жилету, жакету, пальто из журнала Ализе, который я как-то прикупила и показывала в своих распаковках пряжи и посылок. Понравился жилет такой квадратами. В общем, пряжу, наконец-то, я на него нашла и начала вязать. По итогу, когда я его связала, померяв жилетом, он мне 100% понравился. Но жилет, конечно, не применил в моем гардеробе, к сожалению, такой. Потому что погода либо очень жарко, либо очень холодно. Среднего есть, конечно, но редко. Поэтому рукава я также связала. Но по факту, по той выкройке, которая там была в журнале, я прям сделала точь-в-точь, мне эти рукава не подошли. Так, сейчас я тут потянусь, потянусь и вытащу репку. Вот такой вот жилетик. Тут еще нитки заправлены. Сейчас я фоном покажу. Это вот спинка, это вот рукава, они полосатые. Шов меня не смущает, что он тут темный. Я делала одной ниткой. Смотрится симпатично, на мой взгляд. И перед, передние полочки с отложным рукавом. О, рукавом, господи, воротником. Все нормально, но вот здесь мне не нравится. Сейчас покажу. Вот как ложится плечо. И получается вот эта часть, она выпирает. То есть у меня плечо уже меньше сюда уходит. То есть когда в жилете, жилет там ложится вот так ровно. А когда с рукавом он оттягивает немножко вниз, и получается, что плечо вот так, и вот этот шов мне не нравится. Я, конечно, не стирала, бытовой не проводила. Может быть тут как-то выпрямится. Но мне вот это вот не нравится, вот этот кусочек. Может быть, вы можете дать какие-то советы, так как я вязала подобный пальто. В принципе, по плечам вопросов никогда не было. И вот я думаю, убрать эти рукава, либо сделать их покороче. А из-за этого еще и длина рукава становится длиннее. Но их можно подвернуть, конечно. Либо сделать их покороче, либо сделать выточку вот так вот со скосом, чтобы, ну так скажем, вот так был рукав, да, и тогда спокойно тут свисает плечо, и уже сразу рукав идет. Поэтому до сих пор я его не отфотографировала, не нощу, думаю, распаривать, не распаривать, вообще что с ним делать. Итак, цвет и сама модель мне, в принципе, понравилась. Вопрос только в плечах. Также колобок мой, колобок, вернее, репка. Все сказки вспомнила. Год назад я собиралась вязать эту сумку у мастер-класса одной рукодельницы. И если вдруг кто-то видел в аккаунт Саша Кофер, здесь правильно говорю, и, в общем, заказала пряжу. Эта пряжа у меня благополучно лежала до этого лета. И, наконец-то, я сумку можно сказать связала. Осталось пришить петельки. Единственное, она у меня получилась чуть большего размера, чем в мастер-классе, так как я взяла крючок побольше, потому что меньше мне казалось вообще ужасно тяжело вязать, так как вяжу я туго. Но, в принципе, мне устраивает размер сумки. Она пляжная, поэтому должна быть такая большая, потому что моя сумка мочила. Я ее часто ношу именно на пляж. Она мне по размерам уже не устраивает. То есть туда не помещается плед, полотенце, бутылка воды. Не помещается. Приходится брать еще с собой дополнительный какой-то пакет или авось. Поэтому хочется такую сумку, куда можно положить эти легкие вещи. Плед, полотенце. Вот. И получилась у меня такая вот сумочка. Вот это ее задняя часть. И вот это ее передняя часть. Нижняя часть выполнена из джута. Верхняя часть это хлопковый шнур. И бахрома из рафии. То есть осталось сделать лямочку. Те лямочки, которые я изначально прикупила, они не подходят, потому что они были рассчитаны примерно на вот такую сумку. Да, ну и поменьше высотой. Вот такую. Но вот буквально полтора размера больше крючок. И сумка стала больше. Но когда вот так ее расширяешь, то сюда прям удобно. Один в один я уже померила. Помещается полотенце, плед, бутылка воды. То есть как раз минимум набор на пляж. Там кремушек и так далее. Вот. Поэтому эта сумка мне очень нравится. Осталось пришить ремешок. Ремешок я уже прикупила. Он мне нравится. Ну и посмотрим насчет тяжести. Как он будет подержать. Вот такая вот работа у меня тоже практически закончена. Также мы начинаем утепляться в зиме и осени. В том году я вязала себе носочки. А может в том году, может быть, это весной уже. Я уже не помню. В общем, я вязала себе жаккардовые носочки журнала. И у меня есть носочки. Я решила связать сыну. Потому что те носочки, которые я вязала в том году, они уже маленькие. И вот что у меня получилось из остатков. Это у нас 100% мереносы. То и то. Кстати, вот эта вот фряжа зелененькая, бирюзовая. Это остатки вот от этого жилета. Ну и коричневый мереносы. Это Camel. Тоже такие вот 300 размер, представляете? Я уже даже не верю. Сыну и такой большой. Такие очень теплые носочки. Я это 100% знаю. Так как жилет мой вот этот очень теплый. 100% меренос. И да, у нас сейчас настали прохладные деньки, когда я достала свой меренос и куртку. Вот такой конец лета. А также, наконец-то мне дали добро связать носки мужу. Вернее, он сам дал добро, да? Конечно, мне никто не запрещал. Но хотелось вязать именно по желанию человека, чтобы человек хотел. Это второй же носочек. Вяжу я. Моя проектная сумочка. Вся в работе. Сейчас покажу готовый носочек. Не покупай. Вот такой вот 43 размера. Уже померили. Все хорошо. Но это без ВТО носочек. Очень теплый. Полушерсть. Здесь обычная резинка. Два на два, вплоть до пятки. Пятку почему-то мне взбрендилось сделать платочной вязкой. Якобы она будет потолще немножко в скос клин и обычная гладь лицевая. И здесь закрывала я, как-то называют, вертолетиком в четырех местах закрытие пятили тут. Такая круглая получается. Круглый носок. Из чего я это вяжу? Вяжу из остатков бобина-мереноса. 100%-мереноса серого цвета. Из Ализе Риал 40 белого цвета. В распаковках они у меня есть. И из Нака Боха носочной пряжи. Удивлена, что хватает на 43 размер на такую большую пару носок. Может быть это нормально. Но я читала, что 100 граммовки хватает на до 41-42 размера. А 43 это уже вот. Хотя вдруг мне еще не хватит. Так как у меня половинка. Но я думаю должно хватить. Должно хватить. И вот узор получается такой может из-за того, что я смешиваю пряжу. И она получается плотнее, меньше тратится. Ну как будто выше ряды. Вяжу на тройке. Почему меня вообще сподвигло вязать носки такие. Это покупка спиц в хобби-маркете Леонардо. Я покажу вам отрывок. Как я там оказалась. И прикупила эти спицы. Вот они. И третья где-то идет. Которые такие согнутые сейчас. Все-таки покажу пока рядом все лежит. Вот такого плана они. Я думаю вы видели подобные спицы. Но для меня была новинка вязать из таких. Вот такой коробочки. Это у нас получаются спицы гамма-чулочные спицы. Для вязания гибкие. 21 сантиметр длина. Три штучки. Для вязания носков, рукавов, гетров и прочего. Идеально для изделий самого маленького диаметра. Спицы не выскальзывают из петель. У меня выскальзывают. Так как 43 размер. Тут под притык вот эти набор петель. 28 у меня вот так прям практически. Я пару раз использовала заглушки. Но в принципе для поменьше размеров ничего не выскальзывают. Процесс вязания ускоряется. Вот это 100%. Я в принципе любитель вязать и на 4 спицах. 5 спицей носки. Мне это не сложно. Но чаще всего я вяжу на 3. То есть вот так. 3 спицы чулочные и 4 вяжу. Чаще всего я так вязала носки, рукава и так далее. Но вот здесь получается буквально вяжем на 2. На 2 я также на прямых пробовала вязать. Это не совсем удобно. Вот здесь у меня получались иногда такие более широкие проемы, так скажем. Плохо затягивало или что. Или когда переворачивало, там что-то растягивалось. В общем не знаю. Но мне нужно было всегда контролировать на прямых спицах вот эти 2 половинки. Здесь это делать намного легче. Никаких... Вообще нет видимости, где у меня был шов между спицами. То есть все очень аккуратно. И то, что они укорочены. Когда на прямой спице вяжешь, вот в этом части я очень туго вяжу. Вот здесь я всегда давлю пальцем. И потом рука устает. То в этих я давлю, она как бы вот гнется. Нет упора для пальца. Поэтому рукам вязать намного легче. В общем, очень классные такие спицы. Я пожалела, что не взяла еще хотя бы одну. Чтобы сразу 2 носка вязать. Но это вообще... В общем, подумала о покупке еще таких спиц. Может быть, еще другого размера. Ну, в общем, это вроде бы все, что я хотела показать прямо сейчас. Так же вы увидите... Или уже увидели... Может, я это видео разрежу по кусочкам. И добавлю то, что наснимала предыдущий месяц. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео, когда бы они ни были. Очень скоро или через пару месяцев. Благодарю всех подписчиков, кто остался на моем канале и не ушел. И буду очень рада новым. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ничего себе, классненький. Внизу посмотри, мама. Внизу посмотри, понизу. Смотрю внизу. Вот эти какие-то штуки. Вот ее тенье. Смотри, написано ее. Тут есть ее, а тут... Итак, сегодня я хотела бы поделиться тем, на что упал мой глаз и на что хватило мне денег и совести приобрести. Итак, сегодня я вам покажу мини-распаковку того, что я приобрела в хобби-гипермаркете Леонардо в Алматы. Это совсем немного, но очень важные и нужные для меня вещи. Немножко пошуршим. Так, ну, во-первых, я никак не могла обойтись без моточка пряжи. Из всех представленных пряж, которые там были, мне не подходил либо состав, либо цена, либо цвет. А вот эта меня пряжица привлекла тем, что здесь я у нас такую не видела, хотя, может быть, она есть, конечно же. И своя расцветка привлекла своим составом ровница мультикалоровая пихорки. Здесь у нее лот... Ой, не лот, а... Метраж. Метраж. 400 метров на 200 грамм. То есть это где-то 200, да, на 100 грамм. Здесь состав 50% полутонкая шерсть и 50% пан высокообъемный, то есть акрил. Ручная стирка. Все как обычно. Спицы рекомендуемые номер 4. Крючок не написан. Ну, посмотрим, на что я ее пущу, так сказать. А по цвету... Вот я думала, лот, да, все-таки обозначает цвет. Это 12,59. Наверное. Или 741М может быть вот этот цвет. Пряжется очень классно, привлекла меня своим таким оттеночком. Не знаю, на что она пойдет, на шарф, на шапку, но что-то будет интересное. Сразу прошу прощения за звук. Мой микрофон перестал работать. Новый купленный микрофон вообще не работает. А сама камера записывает немножко шипением. Плюс у нас сегодня очень жарко. Окна открыты. Если я их закрою, будет очень-очень жарко. А за окном немного ездят машины. Плюс ребенок смотрит мультфильмы на очень тихом звуке и ждет, когда я запишу это видео, наконец-таки, чтобы полноценно смотреть свое видео. Поэтому быстренько-быстренько. Также мое внимание привлекли гамовские инструменты. Сколько у меня есть крючки и спицы. Они достаточно качественные. Не помню, чтобы я какие-то из них выбросила. То есть, долговечные. Увидела я вот такие чулочные спицы для вязания гибкие. 27 см. 3 штуки. 3 мм. Для вязания носков, рукавов, геттеров и прочего. Такие вот они. На тросики. Я очень в последнее время люблю вязать носочки. И рукава. Неудобно, конечно, вязать на круговых. Мне лично. И я всегда использую либо 5 спиц, либо 3 спицы обычных чулочных. Поэтому попробую вот эти вместо чулочных. Или это тоже чулочные. Ну, в смысле, прямые чулочные. И расскажу, насколько это удобно. Если пользовались, можете написать в комментариях, как оно. Также я взяла крючки для тунисского вязания. Циркулярные. 2,5-3,5 мм. С леской 80 см. Я не скажу, что умею вязать. Но все основные, так скажем, петли я уже научилась вязать. И дошла до момента, когда нужно попробовать вязать изделие. И в той книге, по которой я обучаюсь Евгении Тепловой, там как раз уже нужны такие крючки в нашем городе. Таких крючков я не нашла. Заказывать их выходит дороже даже, чем я приобрела их в Леонардо. Поэтому, конечно же, увидела и себе приобрела. Они мне пригодятся. Также я сейчас довязываю свою пляжную сумку. И те ручки для нее, которые я приобрела, они мне не подходят. Они слишком тонкие, они визуально не смотрятся. И практически неприменимы для такого вида сумки, я считаю. Но в мастер-классе указаны были примерно такие. У меня сумка вышла гораздо больше, чем в мастер-классе. В принципе, меня это устраивает. Она как раз нужна мне размера. Поэтому, увидев вот эту стропу, я ее приобрела в качестве лямок для сумки. Когда я их пришью, я потом покажу. В общем, тоже я прикупила в Леонардо эту стропу коричневую. Два с половиной метра она. Также, сынок мой очень любит различные бусины с буквами, с цифрами. Везде их скупает. Когда мы заходим в рукодельный магазин. И вот мы увидели вот такую вот баночку. Алфавитный коктейль. Бусины пластиковые для рукоделия. Около 100 грамм. Вес, размер 6 миллиметров. Мы вообще-то хотели взять две баночки таких. Но девушка ошиблась и положила нам только одну. И посчитала по деньгам тоже одну. Но и положила одну с черным фоном. Там были светлые фоны разноцветные. Ну, как говорится, ладно. Значит, не судьба. Возвращаться нам уже было туда слишком далеко. Вот такого плана буковки. Есть четко видны, есть четко видны буквы. Ну, в общем, качество 95%, я бы сказала. Ну, посмотрим, куда мы это применим. Есть идеи, конечно же. В общем, целая вот такая баночка букв теперь у меня есть. Это очень даже и прикольненько, где оно будет использоваться. Да, и русский алфавит. У нас, допустим, в городе русский алфавит найти достаточно сложно. По буквам покупать не всегда есть все буквы, даже по раздельности. Это мы уже, как говорится, проходили. Здесь посмотрела один алфавит, как минимум, точно есть. Я думаю, и другие наберутся. Основные цвета, я так поняла, здесь желтый, зеленый, оранжевый, синий, сиреневый, розовый. Вот такой. В общем, достаточно яркий. Мне очень нравится эта баночка, так скажем, волшебная, с буковками. Книги. Тоже планирую в ближайшее время снять отдельное видео о моих рукодельных книгах, но пока покажу именно о покупке. Это книжица старинной русской мотивы для вышивания крестом. У меня она очень давно лежит в корзине онлайн-магазина. Там у меня очень много книг, под 70, наверное, которые я хотела бы приобрести. Периодически я там подчищаю эти хотелки, периодически добавляю. В общем, наборчик хотелок есть. Так вот, эта книга одна из моих хотелок. И в Леонардо очень хороший стеллаж, очень хороший выбор. Есть, что выбрать. Я бы еще там что-то приобрела. Но неохота была все это вести, так сказать, вручную на себе. И по деньгам как-то побоялась слишком много потратить. Планировала другие покупки. Так вот, эта книга была у меня в закромах онлайн-магазина. И я проверила там по штрих-коду. Специально есть в магазине подносишь штрих-код. И там показывают цену книги. И оказалось, что она выходит дешевле, чем даже в этом онлайн-магазине. Это я не учитываю доставку до моего города. Поэтому я с удовольствием положила эту книжечку себе в корзину. И оказалось, даже по сумме покупок еще сверху нам дали 4-процентную скидку. То есть еще она мне обошлась дешевле. Поэтому я рада этой выгодной покупке. И давайте быстренько так пролистаем, что же тут интересно. Тут текста, можно сказать, полпроцента книги. То есть текста практически нет. В основе как раз таки и лежат эти схемы. Я не вышиваю крестом. Вернее, умею. Может быть, когда-то буду планировать. Я эту книгу приобрела для вязания жаккарда. Хоть крючком, хоть спицами. Так как это узоры аутентичные. Как я здесь прочитала. Они собирались благодаря работе библиотекарей Российской государственной библиотеки. То есть из различных старых книг, как я поняла, и так далее. Из источников. И это уже написано, что второй альбом рукоделий. Даже интересно, какой же первый. Ну, в общем, давайте полистаем быстренько. Мне очень понравились эти схемки. Есть многоцветные, двуцветные, да, с которых проще начать. В общем, прям ручки чешутся. Все хочу попробовать. Дай мне время, сил и много пряжи. Только. Вот такого плана книжица. Очень классно. Так, в дополнение. В дополнение покажу любопытные вещицы, которые мы там приобрели. Не связанные с вязанием. Ну, очень миленькие. Это, конечно, очень много канцелярий. Там интересные, симпатичные, ежедневников, скетчбуков и прочее. И вот такие вот блокнотики. Как они тут написаны? А, они не подписаны, что они со зверушками. Ну, в общем, блокнотики со зверушками. Такие миленькие. Внутри они как альбомные листы белые, чистые. Мне очень понравилась лисичка. Но не хотелось все скупать. Поэтому я спросила у сына. Говорю, какой тебе блокнот нравится? Ну, с намеком на то, что лисичка. Если понравится, я ее 100% прикуплю. Он сказал, мне нравится котик, мама. Ты мне котика возьми, а себе возьми лисичку. Ну, в общем, мы взяли два блокнота. Как говорится, не зная зачем, оно само купилось. Также стикеры очень часто я использую в работе. И увидела такие миленькие мимишные стикеры. Тоже приобрела котик такой с пленочкой облачка. Может быть, ребенок у меня их заберет. А может быть, и я им сама буду пользоваться по назначению. И для мамы я прикупила вот такие вот формы силиконовые для конфет. Ну, не знаю, где для конфет. Для печенья можно использовать. Я так посмотрела. Их можно и замораживать, и в микроволновке. И до 230 градусов греть. То есть, очень достаточно прочные такие формочки. Это все мы приобрели в Леонардо. Так, включение номер два. Совсем-совсем забыла. Мега коробочка. У нас в городе намечалась рукодельная ярмарка. И я участвовала, по-моему, вообще один раз давным-давно. Там буквально у меня было пять работ. И я просто с девочками пришла постоять, поучаствовать. Просто для опыта. Вот был мой единственный опыт участия в ярмарке. И я очень хотела поучаствовать в этой. Но, к сожалению, она не состоялась там по своим причинам. Но в ближайшее время у нас планируется еще некое визуальное мероприятие, на котором, возможно, я постараюсь поучаствовать. Ну вот, моя подготовка в той ярмарке осталась на вот этой коробочке. Кратко вам тоже покажу, что я сюда приготовила. Здесь у меня... Сейчас я уберу верхний слой. Не помню, показывала я это в видео или нет. Здесь у меня серия пинеточек. Из мериноса очень теплые пинеточки, кеды, ботиночки. С вязанной подошвой. То есть размеры разные. Также хлопковые пинеточки с фетровой подошвой. И цегел, и цебой уже ушли своему хозяину. И вот здесь еще спецовые такие пинеточки стандартные. Извиняюсь. Так, также в эту коробочку, на ярмарку я положила свои носочки Ribbon Socks. Насколько помню, с сайта Drops. У них есть бесплатное описание на такие носочки, которые на английском языке. Я его переписала себе и решила связать. Меня очень привлекли эти бантики. Но когда я дошла до момента, убавляя петли, закрывая мысок, я удивилась, а где пятка. То есть это носки без пятки для малышей. В принципе, с нуля померила. Для ребенка пятка не такая выделяющаяся. То есть оно нормально садится. Никаких складочек, ничего. То есть размер такой небольшой. Решила на продажу тоже их отправить. Это тоже 100% меринос. Вот этот персиковый. Это, по-моему, лана гатая с бобины. Потом смотрю. Сейчас не помню, честно. Так, также у меня есть мини-носочки. Тоже 100% меринос. Узнаем это вот этот меринос. Коричневый Camel. Это и вот у сынули тоже в носочках есть. Здесь впереди вот такая вот косичка. Очень симпатичные такие носочки. Мини-размеры. Как раз сейчас косина. Также метенки, можно сказать, моего авторского узора. Ну, в смысле, сердечки, конечно, не авторские, но сочетание мое. Это у нас альпака с шерстью, смесь. Здесь сердечки сделаны изнаночными петлями. Резинка между рядами. И вышита крючком вокруг контур сердечек. На внутренней стороне это все вот так выглядит. В этом году я всю зиму проносила метенки. Поэтому, говорю, 100% неплохая вещь. Особенно для тех, кому жарко в варежках, холодно в перчатках. Вот метенки самое на то. Также сюда уходит бактус с веерочками. И с кисточками. Тоже не помню, показывала я его или нет. Вот с таким переходом, как идет в моточке. Очень классный. Тепленький. И красивый. И также я уже показывала в своих видео, что я вязала овоську для игрушек сына. Также я вязала еще одну овоську красно-розовую для себя. В три сложения, то есть у сына она с тонкой пряжей. А для себя в три сложения я вязала. И в прошлом году я сдавала в ней макулатуру. Там по 10-15 килограмм тискала. А в этом году мы взяли эту овоську на отдых и носили в ней арбуз по 12 килограмм. А воська жива, все живы, арбуз носить очень удобно в ней, чем в пакетах. Так как пакеты режут ручки, вернее руки от пакета режут, господи, ручки от пакета режут руки от тяжелого арбуза. А вот овоська, у нее вязаны ручки широкие, хотя их можно еще шире сделать для удобства, если знать, что мы будем таскать тяжести. И это очень удобно. В этот раз минус той овоськи был в растягивании самой сетки и ручек. Ну, когда тяжести носишь, оно все сильно растягивается до колена. Это нам не нужно. Хоть это удобно носить, но потом это не эстетически не совсем красиво. Поэтому я взяла эту же самую модель и сделала ее чуть покороче и посмотрела с книгой. То есть они шикарно смотрятся. То есть вот кажется, что она совсем такая малюська, но износостойкость у нее также. Арбуз выдержит. А если носить легкие вещи, то это тоже достаточно красиво. Сейчас я возьму книгу и покажу вам. Вот я взяла свою книгу «Школа вязания спицами». Она достаточно тяжеленькая. И кладу в эту овоську. Была овоська маленькая, а стала удаленькая. Да, раз. И она уже симпатично вытягивается. Очень хорошо идет на плечо. Да, вот тут у меня кофта, конечно. И по длине вот она сейчас до бедра. Мне, конечно, показать. Это место здесь. То есть вытягивается здесь она уже в меру. Не так, как та модель овоська, которую я взяла первоначально. Поэтому вот такая овоська у меня еще в наличии. Удивительно, что она у меня одного цвета. Потому что предыдущие две овоськи у меня были ровно пополам другого цвета. И, говорю, это, наверное, стиль мой будет делать овоську двухцветную. Ну, вот это получилось у меня одноцветная. Поэтому тоже ее хотелось бы на ярмарке представить. Ну, все. Наверное, теперь это точно мое последнее включение. Смотрите мои отрезочки, отрывочки. Задавайте вопросы. Буду рада ответить. Продолжение следует...